Добрый вечер. Сегодня я буду говорить о послевоенных годах и о том, что, собственно, изменила в архитектуре война. Сам факт войны и то, чем были заняты архитекторы в эти годы. И мой рассказ будет основан как на моих собственных наблюдениях, так и на том, что написано в этих двух замечательных книгах. Я очень рекомендую книгу Жан-Луи Каэна «Архитектура в военной форме». А вторая, вы видите, «Cold War Modern» – это каталог еще одной выставки в музее Виктории Альберта, которые посвящены различным периодам в истории архитектуры XX века. Я уже ссылалась на каталог выставок, посвященных Ардеко и Арново, о том, что происходило с архитекторами во время войны и какой опыт они приобрели. В Советском Союзе значительная часть архитекторов была освобождена от отправки на фронт. Их, этих людей, эти ценные кадры сохраняли для послевоенного восстановления, потому что с самого начала была твердая надежда, что война закончится для Советского Союза победой, и нужно будет заново отстраивать города, и понадобятся квалифицированные архитекторы. Но это не значит, что архитекторы сидели без дела или перебивались случайными заработками. Первое, к чему их привлекли, это к маскировке городов. Когда начались такие реальные бомбежки, архитекторы первыми приезжали к разрушенным зданиям, чтобы квалифицированно подсказать, как лучше разбирать завалы, как делать это, чтобы был шанс спастись у тех, кто оказался под этими завалами и так далее. Ну вот вы видите два примера разных типов маскировки, применявшихся в Советском Союзе. В Москве это была, как ни странно, преимущественно суперграфика. Прием этот не очень хорошо работал. Как выяснилось, с воздуха объемы видны гораздо четче, чем любые цветовые формы. Но вот в Ленинграде Николай Баранов, который после войны будет главным архитектором города, предложил более эффективный способ, вот он накрыл Смольный дворец, то есть здание, где находился горком партии, по-моему, горсовет тоже, вот такой сеткой, изображающей лесистый холм. Немцы тоже не отставали. Вот вы видите, как в Гамбурге замаскировали центральную часть города. Понятно, что вода очень хорошо видна с воздуха, даже в ночное время она отражает свет, поэтому часть водных пространств была затянута и была создана имитация застройки. И мне кажется, что это развивало, такого рода деятельность развивало в архитекторах именно визуальное отношение к архитектуре, ускоряло вот этот вывод архитектуры в поле медиа, то, что оказалось очень важным во второй половине века, когда архитектура использовалась как средство сообщения информации. Это американский проект. Понятно, что война потребовала, помимо всего прочего, быстрого развертывания разнообразных производств. И вот это проект авиационного завода, кровля которого держится на пневматической конструкции. Пневматические конструкции до того в архитектуре не пробовали применять, а впоследствии они стали использоваться именно в промышленной, а также в выставочной архитектуре. Архитекторы, работающие с планами городов, с макетами городов, были очень тоже полезны в военном деле. Вот, скажем, выпускник Московского архитектурного института Всеволод Воскресенский, который впоследствии станет одним из крупнейших модернистов конца XX века, он автор, скажем, дома на Тульской, сразу после окончания института был отправлен в Ленинград в училище военных летчиков, где начал инструктировать пилотам-бомбардировщиков о том, как им ориентироваться на местности, как им с высоты разбираться в виде городов, как им искать более точно свои цели. А здесь мы видим американца Нормана Белл Гэддеса, который был архитектором и театральным выставочным дизайнером, и на левой фотографии это еще предвоенная ситуация, он для последней довоенной всемирной выставки в Нью-Йорке делает проект города будущего под названием «Футурама», и этот город включал движущиеся элементы, и во время войны Белл Гэддес использовал вот этот свой навык, а также ту макетную мастерскую, которая у него образовалась во время работы на всемирной выставке, для того, чтобы создавать макеты театров военных действий и сухопутных битв, и морских сражений. Правда, процесс оказался немножко слишком медленным для того, чтобы им могли реально воспользоваться военные, и в результате вот эти модели делались в основном постфактум и использовались для изучения, для разбора уже стоявшихся сражений, а также в качестве иллюстраций к статьям о ходе войны в журнале «Лайф». Естественно, архитекторы во всех воюющих странах были заняты в строительстве бомбоубежищ и разнообразных укрытий. При этом нужно было осваивать новые навыки подземных работ, новые минимальные нормы пространства на человека, и также новую степень технологизации, по сути, жилого пространства. Это то, из чего в итоге вырастут наши современные умные дома, оснащенные всеми возможными системами, которые не просто обеспечивают отопление, принудительную вентиляцию, но также очистку воздуха, которые оснабжены датчиками, замеряющими состав этого воздуха, и могут регулировать среду внутри. Это английский проект. Кстати говоря, «Тектон Аркитектс» – это фирма Бертольда Любеткина. Я на одной из лекций показывала его «Пингвинятник» в лондонском зоопарке. И хочу обратить ваше внимание на то, что структура этого бомбоубежища – это тоже такая спираль, немножко напоминающая пандусы для пингвинов. А в качестве инженера участвовала фирма «ОВАРУП», до сих пор занимающая лидирующие позиции на рынке инженерии, связанной со строительством. Ну и также во всех странах очень быстро возникла потребность в создании мемориалов. Вот насколько я понимаю, все-таки Советский Союз озаботился этим одним из первых. Вообще для Советского Союза вот эта медийная сторона реальности была очень важна. И архитектура как средство пропаганды использовалась и до войны, и во время войны. Но сейчас я показываю, правда, два уже послевоенных проекта. Один из них вам может быть известен, хотя это проект Якова Белопольского, ну и группы архитекторов и скульпторов в Берлине. Мемориал победы над фашизмом в Трептов парке. Он был осуществлен, этот мемориал, немножко в другом виде, но узнать можно. И вы видите, что это абсолютно классицистический проект, что в принципе это часть паркового ансамбля в чем-то наследующей традиции Версаля. Но надо сказать, что и в начале XX века, после Первой мировой войны, в разных странах создавались мемориальные кладбища с такой осевой планировкой, системой террас и с монументом в конце, на который фокусируется внимание. А слева итальянский проект «В памяти жертвам концентрационных лагерей». Автор проекта группа BDR, которая очень активно будет работать в 50-е и 60-е годы. Вот вы видите имена составляющих ее архитекторов. И этот мемориал находится на Миланском Чеметерии монументале, то есть на существующем кладбище среди разнообразных монументальных надгробий семьям, частным лицам появился вот такой памятник, абсолютно модернистский, абсолютно абстрактный. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с принципиальным расхождением путей между советской архитектурой и… А советская архитектура была лидером для всех стран, образовавшегося после войны социалистического лагеря, и так называемыми странами западных демократий, то есть те страны, которые не попали под влияние Советского Союза. И вот Италия, где была своя классистическая традиция, очень сильная во время Муссолини, я в прошлый раз показывала вам примеры, и, в общем-то, нельзя сказать, что эта традиция прервалась сразу после войны, но вот в этом проекте, символическом, было выбрано что-то принципиально не классическое, обозначающее разрыв между старым миром, который обвинялись, собственно, вот в том, что случилось это чудовищное бедствие, мировая война, и тем новым миром, который теперь предстоит построить. Еще один, я вам покажу, итальянский мемориал. Послевоенный мемориал – довольно важная тема. Этот мемориал находится близ Рима, посвящен жертвам массового расстрела в Адриатинских пещерах. Он состоит из мемориализации самих этих пещер, где держали узников перед расстрелом. Рядом вы видите скульптурную группу. Скульптурная группа, в общем-то, довольно традиционная, нельзя сказать, что сильно отличается от скульптур, скажем, соцреализма. Но главное сооружение – это вот эта парящая, но над ландшафтом горизонтальная плита. Вы видите, она действительно поднята. Она считывается как могильная плита, но под нее можно зайти. Когда вы туда заходите, вы оказываетесь перед рядами одинаковых мраморных надгробий. В темном помещении, куда свет проникает только через щели. То есть человек, попадая туда, испытывает довольно сильное психофизическое воздействие. То есть он воспринимает не просто эстетически и не просто на уровне знания, о произошедшей в этом месте трагедии человеческой, но и физиологическое воздействие на свои эмоции, которого нельзя избежать. По сравнению с этим, памятники, которые разрабатывали советские архитекторы вот еще в годы войны, они более традиционны, они более связаны с историческими образцами. Но вот вы видите работы двух очень хороших архитекторов. Илья Голосов сделал в 43-м году проект мемориала защитникам Москвы. И главный мотив, вы видите, повторяет зубцы Кремлевской стены. Андрей Буров предложил в качестве музея-мемориала защитникам Сталинграда в том же 43-м году такую ландшафтную композицию со ступенчатой пирамидой. Вот эта ступенчатая пирамида, мы помним, что это очень популярный в эпоху арт-деко мотив. И также это мотив в советской культуре, связанный с мавзолеем Ленина, который тоже в каком-то смысле можно отнести к арт-деко. Ну и пирамида сама по своему изначальному смыслу – это сакральное сооружение, связанное с памятью мертвых. И вот при том, что здесь есть в обоих случаях сильная опора на исторические прототипы, все-таки это не похоже на обычную советскую архитектуру второй половины 30-х годов, на вот этот сложившийся канон соцреализма. Во время войны, когда все, вся жизнь так резко изменилась, казалось, что культурная политика тоже может измениться. Архитекторы допускали экспериментальные решения, в том числе вот в таких проектах мемориальных комплексов. И, естественно, уже в годы войны разрабатывали проекты восстановления городов, но в особенности в первые послевоенные годы проводились конкурсы. И некоторые из этих проектов тоже отличались какой-то необычной художественностью. Осуществлены, правда, были более… те, которые были признаны более правильными, более соответствующими той эстетической норме, норме, которую поощряла власть. Но вот это последняя работа Георгия Гольца. Может быть, вы знаете, что этот архитектор погиб под колесами автомобиля, и родные считали, что его убили, что это не была случайность. Ну, вот этот проект, конечно, абсолютно традиционной архитектуры, похож во многом на североитальянские города. И мне кажется, что в число тех прототипов, которым обращались советские архитекторы, которым не хотелось делать что-то такое просто по указке, а хотелось чем-то вдохновляться по-настоящему прекрасным, вот число этих прототипов входило, например, в город Турин, который еще в XVIII веке был застроен кварталами домов четырех, даже пятиэтажных, с колоннадами внутри, в нижнем этаже с лоджиями и с таракотовой отделкой стен. И вот посмотрите, как здесь интересно. Гольц использует цвет, что помимо такого достаточно привычного цвета таракоты, красного кирпича, он вводит также синий цвет, которого мы обычно на наших улицах не видим. Вот еще один довольно фантастический проект молодого тогда архитектора Леонида Павлова для разрушенного Сталинграда, он проектирует центральное сооружение, Дом Советов в русском стиле. Бедствие войны, разрушение большого количества памятников, в том числе памятников древней русской архитектуры, побудило включить в число дозволенных образцов для освоения наследия советскими архитекторами и древнерусское зодчество. И Павлов был одним из тех, кто увлекся этой возможностью. И вот он сделал такой проект, в котором итальянские мотивы соединяются с древнерусскими, и башня приобретает довольно необычный контур. Контур, наверное, современный, тут даже какую-то параболическую кривую можно увидеть. И вы видите, на листе, где изображен фасад, рядом стоит гигантская триумфальная арка, подобную же триумфальную арку памяти героев он предлагал и для войны. Ну, это такие гипертрофированные, переосмысленные мотивы древнеримской архитектуры. На разрезе же видно, что внутри вот этой башни находится зал с многоярусной росписью. И этот зал в своей структуре напоминает итальянские баптистерии, которые тоже обычно имеют своды, расписанные многими-многими сюжетами. Ну, теперь просто примеры вот того, как понималось воссоздание разрушенных городов в Советском Союзе. Вообще разрушения Второй мировой войны были абсолютно беспрецедентны. Все-таки в Первой мировой войне уже были опыты бордировок, но серьезно они затронули в основном Северную Францию. Тут масштаб и разброс пострадавших городов был гораздо больше. И некоторые города были буквально разрушены до отла, не только авиации, но и вот как Сталинград в ходе танковых боев. Что-то минировалось и подрывалось. И воссоздание Сталинграда было, конечно, знаковым советским проектом. Участвовали там московские ленинградские архитекторы. И на берегу Волги был создан вот такой идеальный, ну, в общем-то, неоклассический город. Вот это тот канонический соцреализм в советском понимании, где соединяются мотивы итальянского возрождения, принципы историзма второй половины XIX века, вот та традиция Парижской школы изящного искусства, о которой я рассказывала на прошлой лекции. И также прототипы русского неоклассицизма, который также, как и древняя русская архитектура, входит в число дозволенных прототипов именно после войны. Ну, неоклассицизм или классицизм, как его чаще называют в русскоязычной литературе, я имею в виду архитектура конца XVIII-начала XIX века. И здесь вы видите одну из многих вариаций на тему петербургского адмиралтейства. Вот еще виды Сталинграда, где создана парадная набережная, с классическими пропилеями, ведущими в город парадная лестница. И в то же время на жилых улицах дома имеют такой средний и вполне приятный для пребывания масштаб, меняющийся силуэт, довольно активную пластику. И вот этот ансамбль в целом нравился горожанам, и он в основном не воспроизводит такого давящего, помпезного впечатления, хотя, по сути, это, конечно, имперский стиль, это утверждение идеологии, это еще раз демонстрация возможностей власти. И это, вообще-то, по большому счету, пренебрежение насущными нуждами людей, потому что теми же ресурсами можно было бы построить столько жилья, сколько было нужно для того, чтобы люди перестали жить в полуразрушенных зданиях, в подвалах, в бараках, в перенаселенных коммуналках, как они продолжали жить до того момента, пока не развернулась хрущевская строительная реформа. И эта политика восстановления городов, она была развернута по всей стране, но, конечно, ресурсы выделялись в основном знаковым городам. Понятно, что Сталинград знаковый город, но, конечно, и столица республик. Ну, у республик было и местное финансирование, но архитекторы привлекались, как правило, из Москвы руководить этими работами. И везде создавались вот такие торжественные парадные ансамбли, делались очень широкие улицы, ширина которых была рассчитана, конечно, не на движение многочисленного транспорта, а на манифестации, парады, которые регулярно должны были там проводиться, то есть мероприятия, которые должны были демонстрировать единение людей и их лояльность власти. В это время в других странах происходят другие вещи. Англия. Ну, страна, которую принято считать консервативной, культура которой действительно во многом оставалась консервативной именно до Второй мировой войны. Вот я сейчас вам показываю пропагандистские плакаты. Это 43-й год, по-моему. Плакаты, которые должны были мобилизовать население на, в основном, на трудовые усилия в поддержку войны. на то, чтобы изо всех сил трудиться на фабриках, выпускающих вооружение и все нужное для ведения войны. И вы видите, два из этих плаката со слоганом «Твоя Британия, сражайся за нее сейчас» включают в себя изображения модернистских сооружений. Причем это реальные сооружения, которые занимали очень-очень маргинальное положение в том строительстве, которое велось в Англии между двумя мировыми войнами. Вот в центре, кстати, это медицинский центр в Финсбурге, проект того же Любеткина. Но получается, что руины Англии чудовищно бомбили. должны быть заменены современной архитектурой. Но в этот момент вот эти плакаты, они были выпущены, но вызвали недовольство вот этого пропагандистского ведомства и потребовали их заменить видами идиллической Англии. Что нет, надо бороться не за будущую модернистскую современную страну, а за старую добрую Англию. с зелеными холмами, лужайками, овечками и маленькими домиками. Но у архитекторов были свои соображения. Вот это тоже пропаганда, но сделанная архитекторами для архитекторов. Аэроплан дал нам не только новое видение с воздуха, но и новую возможность, новый шанс, разрушив, разбомбив центры городов. Я вам напоминаю, я показывала на какой-то лекции картинку из книги Милютина «Строительство социалистических городов», где была фотография неразбомбленного еще лондонского сити с подписью «Ужасы современного большого города». Многие англичане разделяли представление о том, что, по всякому случаю, английские крупные города стали непригодны для жилья, для жизни их надо радикально переделывать. И на второй странице написано «Поэтому вот теперь, когда наконец-то эти центры разбомбили, мы можем перестроить их по новым планам и пустить туда свет и воздух и обеспечить движение современного транспорта». И вот это нас вдохновляет. Вы представляете, какое отношение к бомбежкам. Еще пример. Карикатура на архитектора, на планировщика, который вот так радостно стирает центр старого города и рисует на его месте новый. Но вспоминаем, значит, как Корбюзье там хотел на месте исторических городов построить свои. У англичан были свои представления о планировках, они не следовали вот этому квадратно-гнездовому принципу или Корбюзье и жесткому функциональному разделению, более органически делали планировки. Но, тем не менее, действительно радостно принялись перепланировать города и жилища. И вот на этом уже послевоенном плакатике это местные причем, то есть даже не весь Лондон, а два, как бы, Тиборо. Ну, поплор – это и стенд, да, это беднейшая часть Лондона, что из руин лондонских поднимутся новые дома, новые жилища, новые квартиры. И видите, силуэт этого домика обычный, традиционный, такой миленький домик с кирпичной крышей и с трубой, а внутри там современный интерьер с современной мебелью. Что реально происходит во время войны? Чем заняты английские архитекторы? Они проектируют дешевое, быстро возводимое жилье, которое можно строить индустриальным способом. Они сразу же начинают проектировать и строить лагеря для эвакуированных, из тех городов, которые подвергаются массированным бомбежкам, так, чтобы эти лагеря были пригодны в дальнейшем использованы для использования в виде база отдыха. То есть посмотрите, вот этот цветной рисунок. Эрна Голдфингер – очень хороший архитектор, который будет активно строить в 50-е, 60-е годы. Вот он проектирует, если вы видите, надпись внизу «Holiday and Evocation Camp for Families», то есть и для проведения отпуска, и для эвакуации, для семей. В середине плакатик «Мистер Префаб», то есть промышленно изготовленное жилище мистера Черчилля. Действительно, Черчилль инициировал программу промышленного изготовления вот таких сборных домиков, которые начали выпускать на военных заводах. И тут написано, что это к концу войны уже было, что как только, значит, вот эти заводы, часть которых была построена американцами, перестанут выпускать в таком количестве вооружения, оно нам уже будет не нужно, оно начнет выпускать дома, и за короткое время мы построим 500 тысяч новых жилищ для наших героев, то есть в первую очередь для семей солдат, вернувшихся с войны. И вот вы видите, как секцию такого домика очень дешевого перевозят на автомобили. И это действительно была программа, которая очень успешно была реализована. Домики, если были, конечно, плохенькие, но интересно, что некоторые из них живы до сих пор. Они были рассчитаны на 10 лет, но прожили даже дольше, чем наши пятиэтажки, хотя пятиэтажки, я думаю, тоже некоторые дотянут. Вот еще пример английского подхода к теме военных разрушений и обращения с памятью и того шанса нового начала, который дает несчастье войны. Очень известный пример – собор в Ковентре. Прекрасный готический собор. В 14-15 веках он был построен. Очень сильно был разбомблен. То есть остались только стены, алтарные части и чуть-чуть боковых стен. Конечно, многие хотели собор восстановить, как это происходило с другими соборами, во Франции в частности. Но в 50-м году был проведен конкурс именно на концепцию того, что делать с этим собором. Это главный городской храм. И было решено руины законсервировать, а рядом построить новую часть, тоже посвященную Архангелу Михаилу. Это Сент-Майклс-Кассиджер. И вот этот человек, который предложил эту концепцию, выиграл конкурс и осуществил ее такой архитектор Безл Спенс в сообществе с инженерами Аруп. Вот вы видите, как это выглядит снаружи. Тот же материал в облицовке нового собора отчасти использованы камни старого, но форма совершенно новая. И вот интерьер. Вы видите здесь в железобетоне намеки на готическую структуру. Вместо каменных сводов деревянная обшивка, очень простой современный интерьер и часть стен заполнена витражами. То есть здесь есть совершенно четкая отсылка к традиции, к средневековой, к готической, к английской готике в частности, но все это сделано абсолютно современно. еще одно событие английской послевоенной истории. 51-й год страна чуть-чуть пришла в себя. Надо сказать, что в Англии послевоенное восстановление шло очень медленно, очень тяжело, потому что не только потому, что страна сильно пострадала, но и потому, что она должна была участвовать финансово в общеевропейском восстановлении и даже субсидировала частично восстановление Германии как более сильная страна. Для того, чтобы предотвратить вновь превращение Германии во врага остальной Европы, решили не только американцы, но и европейцы должны были участвовать в восстановлении той части Германии, которая оказалась не в советской оккуляционной зоне. И вот в Англии очень долго были продукты по карточкам, нехватка топлива, нехватка электричества, горячая вода очень короткое время в день, но вот в 51-м году решили, что жизнь стала чуть-чуть получше, и надо это отметить, и нужно подбодрить людей и показать им все-таки что будет в ближайшем будущем. И по всей стране был проведен фестиваль Британии, причем, надо сказать, Британия в смысле Британской империи, кажется, это было столетие официального превращения Британии в империю, хотя Индия уже отпала, и другие колонии тоже готовились Англию покидать. В Лондоне центральный комплекс для этого фестиваля был отстроен на пустыре, оставшемся после бомбежки, Саутбэнк, южный берег Темзы, и все сооружения там были абсолютно модернистские. Из того, что осталось после фестиваля, это Роял Фестивал Холл, это галерея Хейворд, но многие сооружения были совершенно временными, и самые заметные из них это купол открытия, построенный с применением технологий, отработанных во время войны в связи с нуждами обороны, и символом выставки стал парящий в воздухе шпиль, практически ракета, Скайлан, игла, устремленная в небо, сейчас я посмотрела, картинку еще, нет, не поставила, но видно другой ракурс. В общем, тут я вам хочу предложить сравнить вот этот выставочный комплекс с московской выставкой, всесоюзной хозяйственной выставкой, которую в 51-м году уже спроектировали и вовсю строили, но смогли открыть только в 54-м году. Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже, и англичане, надо сказать, никогда не считали, что вот этот комплекс фестиваля Британии это шедевральная архитектура. Я говорю о том, что это принципиально другой подход. В одном случае людям предлагают взгляд в будущее, надежда на новое, не похожее на старое. В Советском Союзе предлагают образ такого вне временного, вне исторического счастья московской ВСХВ страна изобилия, изображенная средствами архитектуры в стране, которая в этот момент еще более голодная и разрушенная, чем Британия была в 51-м году. Голландия. В Голландии до войны была сильная модернистская традиция, мы ее очень мало смотрели, но поверьте мне, и, наверное, в принципе, вот это голландское протестантское отношение к архитектуре предрасполагает к тому, чтобы ограничиваться очень простыми формами минимум декора и тому, чтобы хорошо относиться к стандарту, но вот совершенно удивительный пример восстановления города, реконструкции города, это Роттердам. Вот слева вы видите, что осталось от центра Роттердама после германских бомбардировок еще в 41-м году. практически ничего, да, вот сохранилась одна церковь, но это, конечно, такая самая выдающаяся картинка, но в других частях сохранились какие-то отдельные здания, но голландцы приняли поразительное решение вообще не пытаться восстанавливать старый город, все дома хоть сколько-нибудь поврежденные, даже те, которые вполне можно было починить, они снесли для того, чтобы построить новый город. Сначала Питер Аут предложил такой достаточно традиционный проект, Аут, известный довоенный архитектор, очень уважаемый проект, но это, собственно, генплан, без всяких подробностей, просто распределение объемов и планировка, вот вы видите ту же самую церковь, которая на фотографии, вокруг создается новый район, но вот эта классицистическая по своей природе композиция была решительно отвергнута и в результате Роттердам построили вот такой. Вот прям с конца 40-х годов стали строить, за 50-е, начало 60-х годов построили. Совершенно новый тип общественных пространств, очень открытый, очень много общественных сооружений, вот это большое здание на левом краю это концертный зал, на узкой фотографии это новая торговая улица, состоящая из ряда торговых комплексов, заполненных маленькими магазинчиками, тогда это была совершенно новаторская идея, между ними променад для свободного времяпрепровождения. надо сказать, что встречено это все было неоднозначно, многие люди этого не приняли, потом в 80-е годы даже думали, что может быть, кстати говоря, в 80-е, 90-е годы вообще в Европе многое из того, что было построено сразу после войны, дешево и быстро, заменили новыми сооружениями, как бы более совершенными, менее аскетичными, но вот это все все-таки считается сейчас большим достижением архитектуры и современные архитекторы-градостроители используют какие-то более тонкие методы перепрограммирования, изменения вот этих общественных пространств для того, чтобы это стало более приятным для пребывания. Ну, а самое важное то, что в Роттердаме, в Голландии развернулась программа строительства новых методов, но эти дома не чисто панельные, здесь железобетонный каркас, железобетонные перекрытия и кирпичные стены, очень хорошо продуманные планировки небольших квартир, уютные дворы, скомбинированные дома для разных типов семей, для людей разного возраста, и предполагалось, что молодые семьи живут в квартире поменьше, у них рождаются дети, они живут в квартирах побольше, у них тут же есть детский сад и школа, а потом, когда дети вырастают, пожилая пара переезжает тут же в этом же районе, в дома с квартир поменьше, за которыми легче ухаживать, и тут же есть дома для пожилых людей, которые нуждаются в дополнительном уходе. И все это в одном месте, чтобы не разрывалась весь поколение, чтобы люди в старости не оказывались в незнакомом окружении. И вот эта модель, которая раньше всего, во Франции еще разрабатывалась, но наиболее тщательной любовной в Роттердаме, она потом стала образцом для многих других стран. Туда приезжали и советские архитекторы в конце 50-х годов, но у нас это все упростили довольно существенно. Ну, а как результат, вы знаете, наверное, что Роттердам сейчас один из основных центров современной архитектуры, что там сосредоточено множество архитектурных фирм, включая бюро Роэмкохаса ОМА, который осуществил реконструкцию нового здания гаража. Франция. Франция еще до войны довольно активно занималась экспериментами с индустриальными методами строительства. Этому была посвящена экспозиция в французском павильоне на прошлой Венецианской бейеннале. И вот это первый жилой район построенный из железобетонных панелей. Это было очень экспериментально. В принципе основная часть французской архитектуры до войны была весьма консервативна. Но факт тот, что к началу войны уже был такой опыт, было понимание того, как можно строить жилые дома и жилые комплексы из железобетона. И французы совершенно четко решили после войны быть прагматиками. То есть строить максимально быстро, дешево, по возможности хорошо, но уж как получится, с тем, чтобы расселить людей, оставшихся без крова или в ненадлежащих условиях жизни после разрушений войны. И вот вы видите обложку ведущего французского архитектурного журнала «Архитектур дежурли». Это первый номер за январский номер за 1946 год. Вот первый послевоенный год. И вы видите, написано, что «Префабрикцион» и в общем промышленное производство и индустриализация строительства, панельное строительство. в крупном масштабе это панельное строительство и строительство целиком из железобетона было применено при реконструкции гавра, которая практически целиком была спланирована Агюстом Пере, мастером железобетона, которого я вам показывала еще в лекции, посвященной Арнуво. была создана новая планировка, очень мало имеющая общего с довоенным гавром. Вы знаете, гавр это крупный портовый город, откуда осуществлялось основное сообщение с Англии через Ла-Манш. То есть город такой достаточно трудовой. И Пере используя железобетон, используя панель заводского изготовления, все же не порывает окончательно с традицией. То есть мы видим здесь и колонны, мы видим, что у домов есть карнизы, что расчерчены эти стены, то есть они не должны восприниматься как лист бумаги. Вот вы видите мэрию. То есть это такая современная архитектура, некую связь с традицией сохраняющей. Даже колонны какие-то есть в низком корпусе мэрии. Но опять же новое понимание пространства и вот это удивительное, свойственное именно послевоенному модернизму стремление к огромным общественным пространствам, к простору. Французы, в отличие от советских граждан, не рассчитывали на никакие массовые манифестации, то есть это пространство для прогулок, но по контрасту, видимо, с историческими городами, с узкими улочками, вот казалось прекрасным, когда ты вот так можешь свободно дышать и далеко видеть среди города. На самом деле, конечно, очень неудобно. Потом сном перестроили. Вот современная цветная фотография, где можно видеть, как разделаны на самом деле эти стены и то, что этот бетон не серый, а такого приятного песочного оттенка. В принципе, город получился вполне человеческий. Ну и уже это не первая фотография, на которой мелькает шпиль церкви, построенный тоже пире. И вот вы видите вот этот образец, который тоже распространился довольно широко по Западной Европе, когда новые церкви строятся из бетона, но в бетоне остается множество просветов, заполняемых витражами. Вот вы видите, что вот эта башня, которую видно снаружи, она вся ажурная и внутри служит цветовым фонарем. А сам бетон при этом оставлен неотделанным, то есть никаких росписей, даже нет покраски, никакой мозаики, только вот это витражное стекло участвует в декоративном бранске. Ну и во Франции работал Ле Корбюзье. Ле Корбюзье очень благополучно пересидел войну. Часть ее был в зоне Виши и предлагал свои услуги Вишевскому правительству. Часть провел в оккупированном Париже. Его в последнее время даже пытаются разоблачать, обвинять в симпатиях, к нацизму, но не только я так думаю, но я вот разговаривала с Жан-Мулу и Каеном, который один из крупнейших в мире специалистов Ле Корбюзье. Он говорит, что это все, конечно, ерунда, просто Корбюзье такой оппортунист, архитектор, для которого превыше всего остального стремление строить, реализовывать свои проекты. Он был готов сотрудничать с кем угодно, с советским правительством, с вишистским правительством, но все-таки с оккупационным германским, с оккупационными властями он вроде бы не сотрудничал. Ну вот, да, но он мог себе позволить не работать, потому что как раз в 1939 году, незадолго до начала войны, он наконец получил свой гонорар за здание Центра Союза в Москве. Гонорар весьма значительный, вот, Советский Союз его не выплачивал очень-очень-очень долго, вот, но, наконец, вдруг заплатил и, в общем, дал возможность великому архитектору пересидеть войну. И Корбюси за это время, значит, написал свою редакцию Афинской Харти, о которой мы еще будем говорить на одной из следующих встреч, но и делал проекты, ну, публиковал он их во всяком случае вот уже после войны, но на основе тех наработок, которые сделал в военные годы. Стиль его очень изменился, городостроительные подходы его тоже изменились по сравнению с довоенными. Вот это проект, который не приняли жители города, которым он был адресован, город Сен-Дио, но этот проект очень сильно повлиял на архитекторов и на какие-то реальные решения в других городах, ну, включая, например, Ульяновск. Корбюси предложил для этого небольшого города, помимо жилой части, промышленной, рекреационной, такой крупный общественный центр, который бы был скомпонован из зданий высоких и низких, разных по форме, асимметрично расставленных, но при этом образующих некое гармоническое целое. Разрабатывая композицию общественного центра Сен-Дио, он утверждал, что он отталкивался от композиции Афинского Акрополя. Корбюси всегда очень трепетно относился к античности, отвергая современный ему классицизм и традицию школы изящных искусств, где он, кстати, никогда не учился к античности, он относился очень уважительно. И вот с этим проектом сопоставляют уже даже не просто реальный Акрополь, а чертеж из книги крупнейшего французского теоретика и историка архитектуры в XIX веке он работал о Гюст-Чуази и вот этот рисунок из его трактата об истории архитектуры, изображающий Афинский Акрополь. И вот эта идея о том, что этот баланс асимметрично расставленных зданий Акрополя нужно использовать как образец для современных центров городов, она распространилась очень широко. Проект, которому чуть-чуть больше повезло, касался Марселя. Значит, южную часть Марселя предлагал Корбезье развивать. Основной город находится вот там. Вот это зона старого порта, где Корбезье предложил построить небоскритие похожий тому, что он предлагал для Сен-Дио. Вот здесь новый жилой район на склоне горы. А вот здесь вот эта штучка, это единственное, что было построено. Это знаменитая марсельская жилая единица. универсальный проект, который Корбезье как раз придумал в годы войны и потом и предлагал как массовое жилье для всего мира. И действительно, эта жилая единица была построена не только в Марселе, но и в Берлине, в Сен-Паулу, по-моему, еще где-то. Во многом это развитие вот этих принципов современной архитектуры, которые он сформулировал еще в начале 20-х годов. То есть это дом стоит на ножках, у него свободный план, свободный фасад, у него эксплуатируемая кровля, сад на крыше, но ведь у него нет ленточных окон, а есть решетка балконов, потому что у каждой квартиры есть свое открытое пространство, большая лоджия. Вот вы видите деревянную модель, где также видно, что эти лоджии ярко окрашены, ярко окрашены, в архитектуру вводится цвет, в наружную архитектуру вводится цвет. До войны Корбезье активно работал с цветом в интерьерах, но снаружи предпочитал дома делать белыми или облицовывать их светлым камнем. Этот макет очень скульптурен, и это не просто потому, что он выполнен из дерева, а он, ну, как бы его постарались сделать скульптурным, потому что скульптурным должно было получиться само здание, очень пластичным. Корбезье начинает иначе работать с бетоном. То есть довоенный модернизм стремился убрать всякое ощущение материала и лишить архитектуру ощущения веса. Здесь Корбезье говорит, бетон останется открытым, он не будет покрашен, он не будет оштукатурен, он не будет облицован. Но здесь видна фотография в опалубке вот этих замечательных ног. Сами эти опоры пилотис из довольно тонких круглых или овальных сечений столбов становятся такими кунусовидными и приплющенными. Тоже каждая из них такая действительно нога как будто это животное. И при всем том функционально Корбезье продолжает разрабатывать тему дома корабля. Он еще в своей книге 1922-1923 года к архитектуре писал о том, что океанский лайнер в общем-то содержит в себе все необходимое для жизни. И современный многоквартирный жилой дом должен быть устроен так же. Никому не нужны особенно большие квартиры, которые нужно обслуживать. Гораздо лучше, когда есть обслуживание общее, есть какие-то общие помещения и главное все еще очень хорошо механизировано и автоматизировано. и вот это иллюстрация из его книги лайнер в разрезе рисунок Корбюзье где он рисует опять же такой лайнер рисует для сравнения некий дворец как бы скрещивает их получается вот такой дом корабль а вот это разрез собственно марсельской жилой единицы но я напомню вам что во время своего посещения москвы Корбюзье посетил строящийся дом наркомфийный увез с собой его чертежи и переработал некоторые идеи Моисея Гинсбурга вот в этом своем проекте ну значит что мы тут видим ну мы видим дом на ногах там кое-где встречаются помещения для подъездов и для хранения скажем колясок вот здесь мы видим заезд в подземный гараж вот эти желтенькие квадратики это коридоры соединяющие квартиры да вот как в доме Гинсбурга они краю сдвинутые освещены это место для общения соседей Корбюзье строит более широкий более крупный дом располагает эти связующие коридоры посередине корпуса а подъезды по краям да ну предположим здесь и здесь по двум сторонам квартиры каждая квартира двухэтажная но две две квартиры это положено одна на другой занимает три этажа да то есть вот это одна и вот отсюда вход в одну квартиру и здесь можно спускаться вниз а сюда если вы войдете то нужно подняться вверх у всех квартир есть двух сторон балкона а посередине дома есть вот эта вот зеленая зона это общественный этаж там разные сервисы да ну то есть прачечная парикмахерская медицинский кабинет магазинчик и помещение где жители могут общаться где дети могут играть и такая же такой же общественный этаж под крышей и главное место для общения соседей это собственно крыша да в Марселе очень часто бывает хорошая погода вот к этому моменту Корбюзье отказался от своей мечты 20-х годов делать на крыше настоящий сад за растениями надо ухаживать он решил что это не очень реально в таком большом доме здесь он еще должен быть дешевым но он создал там такой бетонный ландшафт вот на одной фотографии вы видите праздник по случаю открытия жилой единицы и видно что в принципе предполагалось что там могут быть концерты спектакли всякие выступления но вот в основном вот эта надстройка занята детским садом да и на крыше играют дети ну это решение было совершенно неоригинальным то есть в принципе были уже детские сады на крыше но в частности в московском доме правительства да вот доме на набережной Афана там тоже часть крыши занимала прогулочная площадка детского сада но мне кажется сердце любой матери должно сжиматься при мысли об этом вот но вообще да вот архитекторы мужчины часто пренебрегают такими глупыми страхами вот значит внутри квартиры вот вы видите такую идиллическую картинку значит это женщина на балконе обстановка предлагала спасибо частично спроектированная самим Корбюзье и вы видите в разрезе квартиру ну так в идеале она рассчитана на молодую пару с двумя детьми да вот лестница значит здесь как бы общая жилая комната вот это общий коридор вход в квартиру и здесь с одной стороны комната родителей с другой стороны комната детей и у тех и у тех есть балкон а между ними встроенные шкафы ну и ванная туалет насколько я понимаю здесь вот жилая комната скомбинирована с кухней весьма просторно по метражу это гораздо больше чем квартиры в доме наркомфина да собственно вот раз уж я говорила да про детей вот вот эта вот лестница тоже перила очень далеко от ступенек свалиться ничего не стоит моя приятельница в прошлом году останавливалась вот можно сейчас арендовать через Airbnb квартиру в марсильской жилой единице ну вот и вот за маленькой девочкой нужно следить просто постоянно еще что еще что произошло с корбезье да а корбезье очень сильно влияет на огромное количество всех остальных вот еще больше он начинает работать с архитектурой как со скульптурой и с бетоном как со скульптурным материалом знаменитый его капелла в Раншане да Notre Dame D'O в Раншане проект 50-го года вот тут кстати тоже нужно обратить внимание да если вот вся советская архитектура она вся символическая да она вся памятник то на западе вот эта функция да символа поступает по назначению все-таки продолжают строить церкви строить церкви новой архитектуры да поэтому дома обычные совершенно не обязаны быть символами и здесь другая трактовка тоже тема корабля да уже не функциональная а пластическая тут кровля очень похожа на лодку и но это такая знаете лодка ковчег да убежище убежище все-таки память о потерях очень-очень свежа люди помнят свое горе ну проект осуществился не совсем так сейчас вы увидите вот вот такая скульптура из бетона там есть внутреннее пространство не очень большое но поразительно что есть открытый алтарь то есть вот это первая служба в этой церкви вот здесь алтарь вот наверное алтарь это называется то откуда выступает священник забыл кафе да и собираются прихожане под открытым небом кровля действительно похоже на лодку да тоже одна из самых красивых вещей в современной архитектуре современная фотография фотографии интерьера здесь иначе он работает да с бетоном и с витражом чем пере и последователи пере он делает очень толстые стены маленькие окошки в некоторых из них цветное стекло в некоторых белое никаких изображений нет в этих витражах но эти окошки они расширяются внутрь да это такие раструбы света которые вполне себе передают вот это ощущение потока божественной благодати при этом сам Корбюзье не был религиозен но взялся за церковный заказ на том условии что ему не будут объяснять какой должна быть церковь вот он как придумает так и будет в результате все остались довольны и никакой критики со стороны верующих не было теперь мы немножко посмотрим что происходило в социалистическом лагере под влиянием Советского Союза на примере Польши вот смотрите 48 год одна из первых таких акций показательных тоже выставка во Вроцлаве да то есть это территория которая Польша не принадлежала до войны да то есть она к Германии наверное относилась простите если я путаю выставка вновь обретенных земель абсолютно модернистский ансамбль абсолютно модернистская скульптура да фонтан вот этот собирали 48 но значение было более широкое действительно борьба с космополитизмом борьба за культурную особость да за социалистическую культуру против вот этой вот космополитической которая на самом деле буржуазная капиталистическая империалистическая и в конечном итоге фашистская то есть да союзники в 45 в 46 году любимые союзники в 47 году отношения портятся в 48 это новые враги да и все начинают ждать новой войны та же Польша 50-й год но произведение декоративно-прикладного искусства вам покажу студенты государственной высшей школы искусств в Лодзе делают гобелен по картону двух художников с дислова-главатского Александра Кремера с актуальной политической тематикой это триптих три сюжета в центре идет восстановление Варшавы с одного края американские докеры уничтожают ящики с оружием был такой эпизод значит и была надежда на новое сотрудничество пролетариата против капиталистов которые мечтают что разжечь новую войну а с другой стороны уже начинается война в Корее и что делать вот художникам да велят делать политическое искусство при этом не велят делать искусство современное модернистское им нельзя пользоваться модернистским языком они начинают искать прототипы ну сами изображения условно реалистические но если вы посмотрите на изображение вместе вот с этой каймой с голубями то и техника гобелин то это отсылка к прерафаэлитской традиции да то есть неожиданно в том что делалось в 19 веке находят нечто что можно вторично использовать почему прерафаэлиты допустимы потому что Уильям Моррис был социалистом да и вот поляки в какой-то момент думают что им удастся уйти вот этого от кандового советского соцреализма найти какой-то другой вариант более для них эстетически приемлемый Варшава один из очень сильно пострадавших городов да старый город был практически уничтожен варшавское гетто практически уничтожено там были выбраны разные сценарии но вот Варшава один из тех городов где была предпринята попытка полного восстановления утраченного ну не всего утраченного а самой ценной части старого города такой был архитектор Матюш Новицкий который потом эмигрировал в США и работал там как архитектор модернист но он вместе с реставраторами провел вот это восстановление варшавского старомяста восстановление это надо сказать довольно приблизительное делалось очень быстро активно использовался железобетон речи не было конечно ни о каких подробных исследованиях то есть на основании фотографий картин просто человеческой памяти вспоминали да устанавливали какой дом где был какой он был высоты какая у него была крыша какого он был цвета но не стремились уж особенно точно передать детали да и появился получился такой макет в натуральную величину странное очень впечатление это все производит но это было ну как бы таким целительным актом да так же как на самом деле восстановление скажем дворцов под Петербургом да которые так долго сложно и любовно восстанавливали до сих пор не закончили да то есть есть какие-то утраты с которыми люди решают что они не могут примириться и вот символически это рана была залечена таким образом но рядом же реализовывался другой сценарий советское правительство подарило братской Польше высотный дом дворец науки культуры или культуры и науки спроектированный Львом Рудневым да то есть тем же архитектором который построил главное здание МГУ средства были выделены из Советского Союза инженеры и рабочие приехали из Советского Союза частично там работали польские скульпторы и в общем над декором работали местные люди и Руднев специально хотел чтобы в архитектуре прочитывались польские мотивы да вы видите что очертания венчающей части не очень похоже на то что мы видим в Москве высотное здание на гигантском на очень широком основании да грунт в Варшаве так же как в Москве не очень хороший но еще вы видите вот тут фотография в процессе строительства да ну вот это открытие да и пирамида все так же гимнастическая как до войны а вот здесь мы видим реальную стройку и кроме огромного основания самого этого здания еще вот такой подиум с гаражами со службами и вот ради этого был были уничтожены остатки польского гетто и остатки тех домов некоторые из которых были целыми или практически целыми которые стояли на этом месте да то есть можно так можно так и ну от таких подарков не отказываются еще один польский пример Новогута или Хута это действительно новый город рядом с Краковом построенный Краков к счастью не очень пострадал от войны и его не стали перестраивать но рядом построили мощнейший сталелитейный комбинат и при нем новый город и в сорок девятом году началось строительство этого нового города и вот это то что поляки называют архитектура соцреализма да то есть та же классистическая традиция тоже наследие парижской школы изящных искусств но надо сказать это немножко попроще чем в СССР да поскромнее нет такого декора то есть стены в основном гладкие или там окна обведены в нижних этажах аркады но нет такого чтобы были какие-то сложные венчания колоннады в верхних этажах много лепнины нет достаточно все строго и строгость это усугубляет то что все дома изначально были покрыты серой штукатуркой потому что это стали литейные предприятия собственно это хуто коптило чудовищно да это город с очень плохой экологией и если бы стены были какого-нибудь другого цвета они все равно очень быстро стали серыми этот образцовый город конечно был как город будущего коммунизма в центре была поставлена статуя Ленина которую в 90-е годы а может даже еще немножко раньше с большим удовольствием низвергли но в городе не были запланированы церкви да Польша католическая страна Краков очень сильно католическое место помним что оттуда там служил собственно в эти годы будущий папа Иоанн Павел II и к 72-му что ли году жители Новой Хуто добились своего им построили таки церковь но уже конечно не в стиле соцреализма а скорее напоминающую копылу в Раншане которую только что мы видели модернистскую церковь но вообще церкви соцреализма есть вот я сейчас не нашла картинку но в свое время меня потрясло такое такой факт теперь перемещаемся в Германию восточная Германия в этот момент советская оккупационная зона Дрезден мы видим значит до войны каким он был и что от него осталось после того как в феврале 45-го уже года по нему прошлись американские и британские бомбардировщики это один из самых таких сложных моментов в истории Второй мировой войны потому что очевидно совершенно бомбили жилые районы а не только те места которые могли иметь стратегическое значение для исхода войны и Дрезден восстанавливался тоже по-разному я не буду вам показывать картинку наверное слышали что восстановили сильно пострадавший от бомбежек цвингер то есть дворец саксонских курфюрстов там Дрезденская галерея находится а вот для центра были предложены вот такие проекты немецкие архитекторы под руководством советских товарищей и уже руководствуясь переданными принципами соцреализма в архитектуре спроектировали вот такой ансамбль центра который однако не стали осуществлять потому потому что вот здесь видимо слово жителей имело значение и предпочли ход очень похожий на краковский но более свободно как-то восстановили старую застройку и вот современные фотографии вы видите это вот реконструкция как бы воссоздание Дрездена продолжилась и после объединения Германии после конца советской власти тогда на дома заново построенные в 40-х 50-х годах еще добавили декора сближающих с предвоенным видом и вот это вот Мариенкирхе самую любимую в Дрездене церковь тщательнейшим образом отреставрировали собрав из ее же собственных камней но это было возможно почему потому что эти камни изначально сохранили она была сильно ну то есть разбомблена почти целиком но те камни которые осыпались их оставили ее не сравняли с землей а сохранили и оказалось возможным построить ее заново теперь посмотрим что происходило в Берлине Берлин как мы помним поделен на оккупационные зоны одна советская восточный Берлин а зоны союзников объединены в западный Берлин и союзники оттуда не ушли даже после того как были образованы германская демократическая республика и федеративная республика Германия есть две страны восточная и западная Германия при этом восточной Германии есть западный Берлин который ей не принадлежит вот это тяжелейшая ситуация которая нашла ну которая отразилась в городостроительной политике и в свою очередь повлияла на архитектуру как запада так и востока потому что очень важно было вот нагрузить символическим значением архитектуру Берлина значит центральный проспект новый центральный проспект строят в Берлине вот это первый проект архитектор это богатский на самом деле когда проектировался это еще не называлось Сталин или Сталин аллея теперь это Карл Маркс аллея но когда построили назвали именем Сталина такая довольно обобщенная историзирующая архитектура напоминающая предвоенные итальянские и испанские например образцы больше чем советские но по мере строительства все это стало больше напоминать советскую архитектуру но так же как и в Новой Ихуте такую более сдержанную но масштаб тут покрупнее и вот это очень известная черно-белая фотография когда с балкона высокого дома смотрят на вот этот отстроенный образцовый проспект уже невероятной ширины и считалось важным что строятся в первую очередь не общественные здания а дома для рабочих дома для рабочих но мы все знаем что дома для рабочих силили нескольких рабочих а все остальные были представителями скорее номенклатуры но вот один из проектов такого жилого дома в общем приблизительно похож на советскую архитектуру вот Мархиевский штрасса это называлось западный берлин так быстро нельзя было начать отстраивать так что туда просто нельзя было добраться помню что в 49 году была просто блокада западного берлина когда туда продукты первого необходимости нужно было забрасывать по воздуху но в любом случае урегулировать отношения так чтобы строил материалы можно было водить возить удалось далеко не сразу но вот в начале 50-х годов этот процесс начался с американской пропаганды значит для начала жителям западного берлина которых подвергли конечно основательной деноцификации объясняли как теперь они будут жить при помощи плана маршала при помощи американских денег и европейских тоже началось все с выставок интерьеров с дизайна вот это огромное влияние имела эта выставка строим лучшую жизнь стены еще нет жители восточного берлина тоже ее посещают и тоже какие-то появляются странные мысли что может быть так действительно жить лучше поэтому в восточном берлине происходит контрпропаганда я прошу прощения за качество картинки но у меня была только одна возможность переснять это в библиотеке но доверьте своему воображению и моим комментариям вот тут три образцовых интерьера с мебелью лучших модернистских дизайнеров вот какие есть то что предлагают жителям американцы жителям западного Берлина в восточном берлине это называется то есть эти интерьеры собираются в восточном берлине и показываются как комнаты ужасов чудовищная антигуманная мебель и обстановка которая разрушает нашу культуру и наши гуманистические ценности рядом изображен марш против американского культурного варварства впереди немецкие мальчики несут портрет Гёте то есть вы понимаете еще нацизм был не так давно его формы культурной политики нацизма ставятся на службу советской пропаганды здесь же ну это несколько более поздний проект 57 года вот когда все-таки дело дошло до строительства западного берлина тут значит американцы делают новый свой ход эта борьба-то была с двух сторон вот помните в 20-х годах в Штуртгарте была строительная выставка часть которой был реальный жилой район где все лучшие современные архитекторы отметились в 57 году в Берлине решили это повторить и в районе Гонзи построили такой образцовый жилой район это была строительная выставка интербау но только тут все уже дома многоквартирные и пригласили руководить этим проектом Вальтера Гропиуса создателя директора баухауса который эмигрировал в Америку возглавил там Гарвардскую школу дизайна то есть одну из крупнейших американских архитектурных школ и вот его привезли обратно на родину в западный Берлин чтобы он делал там современную архитектуру которая бы противостояла вот этому советскому влиянию но правда 57-й год в Советском Союзе уже начинается архитектурная реформа но еще нечего предъявить поэтому советские архитекторы очень быстро приехали сюда перенимать опыт мы видим здесь довольно живописную планировку и мы видим что все дома не похожи друг на друга потому что их все спроектировали разные архитекторы я подробнее вам расскажу потом когда мы будем говорить о том как Советский Союз возвращался к современной архитектуре но покажу вот это одно здание спроектированное самим Вальтером Гропиусом с вогнутым фасадом с пластичными формами с чередованием балконов на фасаде с вынесенными карнизами то есть это гораздо более пластичная архитектура чем он же делал до войны это совсем не похоже на Олега Робезье это довольно индивидуально но направление то же самое в сторону пластичности разнообразие и в рамках той же программы строится в западном Берлине зал конгресса сейчас чуть-чуть я затянула но посмотрим еще Америку значит что происходило в Америке понимаем что Америка вышла из Второй мировой войны с большим выигрышем то есть она участвовала честно американцев достаточно много погибло на полях сражений но главное это то что из-за океана поставлялось вооружение самолеты и так далее и это вывело окончательно Америку из кризиса после Великой депрессии и создало там сильнейшую промышленность кадры квалифицированных рабочих и так далее что произошло попутно ну вот например на заводы пришли женщины да вот вы видите ну это очень известная фотография работниц завода Боинг сделанная в 44 году да до войны американские женщины могли работать ну не знаю машинистками телефонистками продавщицами официантками но никогда не работали наравне с мужчинами тут они почувствовали как бы да ну свою силу а кроме того они а также многие люди которые тоже были мобилизованы на заводы но не мобилизованы а пошли работать по доброй воле из офисов привыкли к тому что рабочее место и вообще здание может выглядеть вот так да промышленная архитектура Америки времен войны абсолютно современно ну Альберт Канн и до того дела современной архитектуры да в том числе в Советском Союзе но вот здесь в этих военных условиях исчезает окончательно потребность маскировать подо что-то промышленную архитектуру она абсолютно функциональная что еще происходит после войны но тоже к холодной войне скорее относится следующее десятилетие омрачено страхом атомной бомбардировки да то есть американцы как бы выпустили джинны из бутылки там оказалось что Советский Союз тоже имеет бомбу и после военной планировки американских городов предусматривают возможность ядерной бомбардировки и в частности вот эта ускоренная субурбанизация Америки да то есть переселение среднего класса в пригороды связано отчасти с этим что еще происходило в Америке же разрабатывались также проекты вот этого быстро возводимого жилья так же как в Англии и вы видели что Вальтер Гропиус принимал в этом участие да то есть опыт Баухауса по разработке проектов минимального жилья был перенесен в Америку одновременно распространяется практика утепления домов то есть это вот подход к современной как бы практике энергосбережения вы видите на плакате написано да утепляйте свои дома берегите топливо почему потому что топливо это орудие войны не расходуйте его понапрасну да и также вот это вот не расходуйте понапрасну потому что у нас военные условия приводят к первым экспериментам по использованию элементов зданий не по назначению да вот тут конструкции предназначенные для фабрик и для казарм в 45-м году когда военные производства и казармы уже не нужны использованы для строительства церкви в Америку эмигрировал не только Вальтер Гропиус но и большое количество других архитекторов участников современного движения из Германии из Австрии из оккупированных земель в том числе еще один последний директор Баухауса мисс Ван дер Рой так же как и Вальтер Гропиус оказавшись в Америке он возглавил архитектурную школу но в Массачусетском технологическом институте и спроектировал там для начала еще в годы войны вот такое здание лаборатории то есть это как бы промышленная архитектура но мисс Ван дер Рой гораздо больше степени эстет чем Гропиус и даже вот эта коробка она так расчерчена так распорционирована что она приближается к эстетическому совершенству и после войны мисс Ван дер Рой продолжает преподавать продолжает страивать кампус мы потом увидим еще его другие проекты получают заказы в Чикаго потом в Нью-Йорке на здании разные типологии но вот это нечто немыслимое да две башни жилые представляющие собой ровные параллелепипеды без всего да только нижние этажи выделены двусветными лобби стальной каркас легкая обшивка свободная планировка и только идеальные пропорции создают и очень хорошие материалы и очень высокое качество строительства создают художественное качество и следующий шаг к этому но это уже более поздний проект дом достроили в 58 году офисное здание Сиграм Билдинг в Нью-Йорке на Манхэттене это прототип бесчисленных офисных зданий этих стеклянных башен которые как многие считают изуродовали мир в Москве такие можно найти но это абсолютный шедевр это невероятно красиво потому что это идеально спропорционировано идеально построено и еще сделано из очень качественных и дорогих материалов вот тут парадокс в том что это здание вообще-то дороже чем если бы у него были колонны лепнина и все остальное но это особый заказ но вот что интересно значит принципиально рядом с этим параллелепипедом создается общественное пространство да нормальный нью-йоркский небоскреб занимал вот весь отведенный под него участок здесь создается отступ как бы плаза где просто люди могут проводить время под первым этажом здания есть колоннада туда можно зайти а если да то есть вот это вот общедоступное пространство сюда можно зайти вот контроль вот здесь да охранники здесь а вот там находится ресторан тоже общедоступный вот это гибридная типология которая начинает распространяться что коммерческое здание должно что-то давать городу ну теперь сравним ну это небольшой анахронизм конечно но тем не менее когда начинали проектировать ну то есть вот эти жилые башни миссы ван-дер-рое да они построены тогда когда проектировали московские высотки я вам показываю проект непостроенного здания рядом с кремлем здания министерства внутренних дел и госбезопасности понятно что все советские высотки развивают типологию чикагских и нью-йоркских небоскребов но до военных даже более ранних десятых двадцатых годов да то есть происходит вот такое такая рассинхронизация и кончается это известно чем да после смерти Сталина проходит еще несколько месяцев Никита Сергеевич Хрущев побеждает своих соперников в борьбе за власть и одно из первых действий по десталинизации общества которое он предпринимает он начинает объявляет компанию о переходе к индустриальному домостроению о борьбе с излишествами начинает он это делать в декабре пятьдесят четвертого года а с культом личности Сталина он начинает бороться в середине пятьдесят шестого года и то это был секретный доклад а архитекторов он очень публично обвинил в растрате народных средств ради удовлетворения собственного чистолюбия рядом я поставила эту картинку проекта крещатика для того чтобы напомнить ну естественно да понятно что вся эта архитектура создавалась не по воле архитекторов многие из которых хотели делать современную архитектуру многие может быть хотели делать историческую архитектуру но совершенно не обязательно такую пышную такую гигантскую да слава великому Сталину зодчему коммунизму конечно верховный зодчий продолжает быть Сталин а вот этот проект на крещатике московский архитектор Власов который потом проектировал тоже вполне современную архитектуру осуществлял под непосредственным руководством Никита Сергеевича Хрущева Хрущев курировал восстановление Киева и лично следил за застройкой крещатикой все ему там нравилось никаких эстетических претензий к сталинской архитектуре у него не было шаг этот его был отчасти политический додавить сталинизм но отчасти действительно гуманный гуманитарный да потому что только эта хрущевская реформа дала возможность обеспечить людей жильем ну вот об этом мы будем разговаривать уже в январе следующая лекция 14 января на сегодня все спасибо я просто хотела спросить как вы думаете вот это обращение к модернизму ну послевоенное это в большей степени было идеологическое то есть действительно как желание воспользоваться такой свободой ну вот то что многие старые дома разрушены и теперь такая полная свобода для архитектов или в этом было больше прагматизма что просто нужно было там строить новое жилье о какой стране вы говорите ну вообще о западе о западе я думаю что ну понимаете архитектору нужен заказчик да вот Корбюзье до войны толкался со своими проектами и только единичные заказы получал конечно в конечном счете это прагматизм и очень много этой современной архитектуры первых послевоенных лет это именно чисто функциональные вещи вполне уродливые вот их постепенно заменяют или как-то с ними смирились но хорошая архитектура от этого больше не стало да просто хорошая архитектура тоже стала современной но и обычная архитектура стала современной а заказчиком в этот момент в этот момент послевоенного восстановления действительно очень часто выступают государства или муниципалитеты и еще как бы даже в дополнение вот насколько это современная архитектура осмыслялась как какая-то антитеза ну вот как бы классической ну такой классицизму тоталитарно-государственную например там фашистской германии или была целая программа для этого да тоже действовала пропаганда ну как этому очень помогало то что гитлеровская архитектура тоже была классицистической да и ну и та и другая сторона обвиняли друг друга в том что они те же как бы ну или те же фашисты или такие же гады как нацисты да вот это враг который очерняется сравнением с прежним врагом у меня такой вопрос вот группа семи была в Италии в 20-е и 30-е годы что с ней стало потом вот как эти архитекторы себя реализовывали ну знаете я так подробно вам не могу сказать но вообще у итальянских архитекторов судьба была хорошая то есть если с ними лично во время войны ничего не случилось ну или там какой-то другой причине то они продолжали довольно плавно свою карьеру вот в Италии ну с одной стороны там действительно все-таки Муссолини больше допускал современной архитектуры да и не ну только в последние годы настаивал на классической с другой стороны ну итальянцы как бы сами с ним разобрались да все-таки убили-то Муссолини сами итальянцы поэтому Италию не так наказывали да как проигравшую страну уж по сравнению с Германией а наоборот там боролись да наши значит поддерживали коммунистов остальные пытались не допустить коммунистов к власти поэтому там не было вот этой вот дефашизации в плане культуры да и даже многие здания которые спроектировали до войны достроили после войны да ну понятно что после войны никто уже ничего неоклассического не проектировал да уходили больше в современность но это была такая нормальная эволюция просто поощрялась вот более современной все шли туда спасибо большое очень интересная лекция хотел спросить по поводу румынии то есть мне кажется Чаушеску с его дворцом советов да очень показательный пример то есть почему не привели вы здесь вы знаете просто я хотела показать конечно хотела бы и Румынию и Чехию вот ну просто не поместилось кроме того по Румынии очень сложно найти картинки вот мне так сразу не удалось вот я один раз была на конференции в Кракове по поводу архитектуры соцреализма как они все это называют и вот там как раз показывали типичную церковь соцреализм вот она была в Румынии и это такой пятиглавый храм ну условно неовизантийский как вот в конце 19 века строили всякие соборы Александра Невского в Румынии все-все было так же собственно исключением в странах соцлагеря была Югославия да Тита был наиболее независимым правителем довольно быстро поругался со Сталиным и вот одно из проявлений его независимости было то что он позволял своим архитекторам строить современную архитектуру во всех остальных странах ну как раз в Румынии понимаете это все равно соединяется еще с какими-то местными пристрастиями понятно что немецкая архитектура более строгая да а румынская более нарядная может быть спасибо спасибо большое вам Анна за очень интересную лекцию и вам спасибо большое что вы пришли мы вас всех будем ждать 14 января здесь 19.30 на следующей лекции цикла архитектуры 20 века спасибо спасибо спасибо